И мне сейчас немножко так обидно стало. Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмири. И сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами будет лазанья домашнего приготовления. Готовили мы ее с мамой. Вообще не могу сказать, что это обычное блюдо моего рациона. Впервые я попробовала лазанью, когда с Фатей мы снимали видео. Какой он мягкий, вернее, на... Пахнет как жульен, если честно. Добавили очень много мяса. Я люблю, когда, вы знаете, не экономлю, вот от души когда. Мягкий. Ах, как пахнет! Приготовила здесь... Обычно в лазанью кушают просто. Я здесь приготовила мацони, приготовила сырный соус, приготовила наш араб. В общем, начнем. Ой, прям пар. Прям пар. Посмотрите. Прям слой за слоем. Я, естественно, все это съесть, к сожалению, не смогу. Но постараюсь как можно больше. Добавили очень много здесь вот сыра. Обалденно просто. Просто обалденно. Потому что он еще горячий. Какой здесь соус. На моем канале. Лазанни не было. Я решила это исправить и приготовить. У меня здесь вилка специально. Я знаю, что все равно будут вопросы. Лучше сразу отвечу. Почему я взяла пластиковую вилку? Чтобы не раздражать вас звуками железной вилки по тарелке. Обалденно просто. Просто обалденно. Вот абсолютно искренне вам говорю. Я вчера кушала роллы. И это вкуснее, чем роллы. Это очень вкусно. Здесь даже никакого вот соуса. Мацони. Ничего не надо. Все-таки тяжело вот этой вилкой. Я пойду за обычной. А вы меня минутку подождите. Я принесла вилку. И мы можем приступать. Господи. Жалко, что горячий. Я просто взяла бы это все. И как тортик начала бы лопать. Мне часто в комментариях писали, что приготовь лазанью. У тебя не было лазанью. Я думала, ну, блюдо как блюдо, а? Но в этот раз получилось очень вкусно. Я, наверное, миллион раз уже это сказала. И опять скажу, если вы никогда не пробовали, обязательно попробуйте. Это просто наслаждение. Также, кстати, начала духовно развиваться, так скажем. Начала читать книги. Правда, у меня времени очень мало на этом. И вообще, в последние, наверное, пять лет я читала лишь литературу, связанную с моей учебой в университете. А так, чтобы читать какую-то художественную литературу, это для меня было что-то экстра, так скажем. Я начала читать на азербайджанском языке. Проблема в том, что я не азербайджанка, я лизгинка. И азербайджанский язык, он для меня как иностранный. На работе с меня требуют, чтобы я на литературном азербайджанском языке разговаривала, правильно формулировала свою мысль. Я подумала, вообще впредь мне это понадобится, потому что я живу в Азербайджане. Этот язык я должна знать в совершенстве. То есть, есть какие-то экономические термины, которые я знаю как на русском языке, а перевод их на азербайджанском я не знаю. Иногда, когда мы общаемся с силовыми партнерами, мне нужно сформулировать свою мысль именно на азербайджанском. Мне на самом деле немножко сложно в этом плане, поэтому я решила все свободное время посвящать какому-то развитию. Какому-то, ну, развитию. Не стоять на месте. Сейчас начала читать книгу. Это, правда, книга зарубежного автора. Я не знаю, может, вы слышали Теодор Драйзер. Книга называется «Сестра Кэрри». Книга про жизненный путь девочки из очень бедной семьи. В общем, затянуло это меня. Вот если даже я не успеваю читать дома, у меня дома дело полно, так скажем, еду в автобусе, еду в метро. Можно взять с собой книгу и читать. Покупать книги я не стала. Я записалась в библиотеку, которая, оказывается, находится около моего дома. Я даже не знала. Я думала, только я не читаю. Оказывается, у нас вообще страна просто не читает. Библиотеки не души. Я думала, что я наемся этим кусочком. Но нет. Нет, это было нечто. Поэтому вот так вот выглядит. И с огромным аппетитом продолжаем. Так вот, на чем я остановилась? Я думала, только я не читаю. Оказывается, никто не читает. В библиотеках вообще никого нет. Да и книг, если честно, мало. Именно художественной литературы очень мало. Вот опять же, очень часто задают вопросы. Почему ты не религиозный человек? Почему ты не делаешь намаз? По-моему, я миллион раз отвечала на этот вопрос. Вот, интересный вопрос, который я никогда не отвечала на своем канале. Как ты относишься к тому, чтобы твой муж, например, был младше тебя? Я недавно сидела со своим двоюродным братом. Мы сидели на кухне, обсуждали какую-то тему. И вдруг он что-то сказал, что у него есть друг какой-то там. Ему 30 лет. Ну, почти 30-ник. Он мне такой говорит, слушай, можно даже тебя с ним познакомить. Я говорю, так он старше меня на много лет, получается. Если ему почти 30. И он мне сказал, так тебе тоже не 16. Нормально, когда мужчина и женщина встречаются, и между ними разница, например, в 10 лет. Мне сейчас немножко даже обидно стало, почему именно 30-летняя, почему я не могу выбрать кого-то, кому будет 25. Он мне сказал, тебе не будет интересно. С парнем, которому 25. Тебе нужен постарше. И вот очень часто я сталкиваюсь с мнением девушек, что мужчину нужно выбирать намного старше себя. Я считаю, что это неправильно. Во-первых, сердцу не прикажешь. И почему вот так вот, например, мужчина старше на 10 лет, окей. Женщина старше на 10 лет, какой ужас. Извращенцы, почему так? Родители начинают против. Да, конечно, я понимаю физиологию и все такое. Женщина стареет быстрее, чем мужчина. Но если есть любовь, какая разница? Мне кажется, у нас в Азербайджане больше обращают внимание на такие вещи. У меня был одногруппник, и у него жена на 4 года старше него. То есть он женился именно из-за того, что она старше, ей уже было около 25 лет. И она уже хотела семью, в то время, как ему 21. Но он просто ее любил и подумал, почему бы не жениться. А обычно, как бы, парни думают, закончу универ, найду работу, лишу все свои проблемы, тогда уже сознаем семью. И они были очень даже счастливы. И по ним даже не скажешь, что она старше, даже наоборот. Как будто он старше нее, потому что он такой, знаете, полненький. И хочешь, не хочешь, это как-то добавляет возраст. Вот. Я не отношусь плохо, наоборот, даже за. Когда мужчины, например, даже младше, берут ответственность за женщину. Вот буквально сегодня утром смотрела передачу про Максима Галкина и Аллу Пугачева. Все почему-то как-то ржут над этой ситуацией. Мне кажется, круто, когда мужчина может взять ответственность за женщину гораздо старше себя. Когда какой-то олигарх берет себе на содержание. Молодую девочку, 17-18-летнюю, то есть это все норм. Все думают, да, окей, все отлично. А когда девушка старше, женщина старше, у всех сразу табу. Я просто такой человек, я всегда защищаю женщину. Я считаю, что женщина и в 70 лет достойна счастья. А что касается вопросов, я бы легко вышла бы замуж за парня, который младше меня на год, на два. Даже на три я допускаю такое. Наоборот, Таша, я думаю, что мне не по пути с парнем, которому уже 30-35. Я думаю, что мне с ним будет абсолютно неинтересно. Я говорю, что мне предлагают какого-то 30-летнего. Я говорю, так тебе тоже не 16. Этот человек старше меня получается более чем на 6 лет. Меня это напрягает, честно. Я, правда, не знаю, как карты лягут. Не знаю, может, я полюблю такого человека, который намного старше меня. Сердцу не прикажешь. Но сейчас, когда я выбираю, например, мне подруга говорит, у меня была такая ситуация, подруга хотела познакомить меня. Вечно кто-то хочет меня с кем-то познакомить. У меня всю жизнь так. Все хотят устроить мою личную жизнь. Это, конечно, безумно приятно, что все твои подруги парятся о том, что у тебя нет второй половинки. И хотят сделать так, чтобы ты была счастлива. Вот, и у меня подруга хотела меня познакомить с парнем, которому 29. И когда я узнала, что ему именно 29, меня сразу это оттолкнуло. На мой взгляд, может, это все-таки стереотипы и все такое. Я считаю, что уже мужчина где-то после 25 уже должен определиться. То есть, неужели в 21-22 он не встретил достойную девушку? Также я бы никогда не стала строить отношения с парнем или с мужчиной, как бы он мне не нравился, если он однажды не сумел сохранить брак. Я знаю, сейчас на меня польется куча негатива, но я считаю, что семью нужно создавать один раз и стараться ее сохранить. Например, смотрю на Ольгу Бузову, ну и на ее бывшего мужа Дмитрия Тарасова, да? Он так красиво ухаживал, там, все делал для нее и так далее. А потом в один день взял и бросил, ушел к другой. Я чувствую вот эту цикличность, понимаете? Он ушел от первой жены, Коли. Теперь от Оли ушел к другой. И где гарантия, что он опять не уйдет? Я все-таки считаю, что не всех мужчин можно исправить. Есть вообще патологические бабники. И им хочется новых отношений. Им хочется... Им просто надоедает одна и та же девушка. Я уже половину съела, посмотрите. Очень калорийное, очень жирное блюдо. В то же время вкуснее этого я ничего в жизни не ела. Вот я вам абсолютно искренне говорю, положив руку на сердце. Это вкуснее, чем роллы. Очень вкусно получилось. Так вот, вернемся к теме. Как бы за мной мужчина не ухаживал, если я знаю, что до этого он бросил жену с детьми. Одно дело, жена ушла к другому. Поэтому, не знаю. Брак распался, а другое дело, из-за его косяков. Или он просто решил найти помоложе, красивее. Я просто никогда бы не стала связывать свою жизнь с таким человеком. И честно, меня немножко даже удивляет. Это, конечно, выбор каждого. И не мне ее судить. Например, нынешняя жена Дмитрия Тарасова. Она рожает и второго ребенка. Да, она очень милая. Мне она очень нравится, красивая и так далее. Но доверять таким мужчинам, мне кажется, не стоит. Вот. Правильно говорят, не суди, не быть судимым. Просто, естественно, мое мнение. Может, я не вижу всего, что творилось у них дома. Но вот я бы реально не стала бы. Лазанья мне от души понравилась. Надеюсь, что вам тоже это видео понравилось. Да и так я не буду, потому что я наелась. Блюдо очень-очень жирное, калорийное. А вы обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Правда, сегодня мне не удалось ответить на вопросы, потому что как только я начинаю рассуждать на какую-то тему, меня уносит куда-то мои мысли. Я начинаю рассказывать какие-то истории, свое мнение насчет чьей-то семьи. Хотя, может быть, вам даже это не интересно. Обязательно ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на мой канал. А с вами была Эмири. Всем пока.